друзья всем привет сегодня хотел с вами поговорить о локации то есть о том месте где мы живем и как выбирать место для жизни район именно города понятно что городах мы постоянно разговариваем как выбирать район и насколько важна локация немножечко вот мы коснемся потому что не будет и вторая тема это аренда жилья вот у нас был интересный опыт когда мы арендовали себе жилье мы пытались через риэлторов это сделать сначала но у нас не получилось пришлось сделать это самостоятельно и немножечко расскажу как устроенная система аренды и как какие есть варианты да как можно арендовать себе жилье какими путями немножечко мы этого тоже коснемся начнем с локации я уже ребят говорил недавно что 80 процентов жизни человека проходит в той локации в которой он арендовал или купил себе жилье это супер важный элемент потому что я в очередной раз убедился что сломать себе переезд организовать себе неудачный переезд в другой город можно просто с помощью выбора неправильного района потому что в каждом городе есть разное как мы знаем например в калининграде это контрасты еще более жесткие чем во многих городах россии недавно я общался с женщиной которая переехала из умения в московский район и она разочарована своим переездом я ее могу понять потому что мы с ней походили поснимали видео вот в этом московском районе да там она взяла жилье себе в новостройке и более-менее нормальный там жилой комплекс но правда слишком большой этажности но то что вокруг это просто очень разочаровывает и на самом деле пожалуй пока это худшее место в калининграде который я нашел это улица интернациональная может быть вы там были если вы знаете калининград это вот место которое очень похоже на многие районы нашей страны которые вообще заброшены и там ничего не делается то есть это просто унылая советская застройка никаких следов благоустройства за последние 30 лет не видно и конечно жить там особенно после тюмени тюмени считается один из таких городов достаточно развитых в россии и может быть она там жила в каком-то хорошем районе взяла и переехала в московский район ну как бы самое можно сказать худшее его место но одно из самых худших точно и конечно же таким образом переезд ломается очень сильно мы вот с ней разговаривали она немножко разочарована да она не этого ждала она не этого хотела но ребят вот эта ошибка которую человек сделал не выбрав нормальный район себе короче можно любой переезд превратить в ад и в кошмар если вы переедете в неправильное место и будете там страдать но условно говоря найдете себе какую плохую работу идти над вами будут там издеваться ругать вас и платить очень мало ну конечно тогда это будет неудачный переезд и может быть действительно в таком случае лучше было бы остаться дома но тем не менее мне кажется что это такие скорее количество таких переездов меньше чем количество успешных потому что все-таки люди более внимательно подходят к планированию более внимательно выбирают районы и так далее но почему же так получается но вот многие думают что вот например если у меня есть машина я я поселюсь в каком-то не очень удачном районе я смогу же постоянно выезжать ездить куда надо и так далее но по факту жизнь получается так так выстраивает что тебе нужно все бытовые технические жизненные вопросы решать в своем районе но так так получается ты идешь за продуктами тебе просто нет смысла идти или ехать другой район ты идешь свой район ты идешь там тебе надо сделать ключи или решить какой-то ну любой там мало-мальский вопрос ты идешь свой район тебе надо отвезти детей в школу или в садик ты стараешься их устроить в своем районе и потом каждый день ты будешь их отвозить и потом забирать из в своем районе даже погулять очень часто получается нет сил и нет времени нет желания куда-то ехать и ты гуляешь в своем районе и получается что по факту 80 процентов ну короче от 70 до 90 процентов своего времени жизненного ты проводишь в своем районе особенно если делать у тебя офисная работа ты приехал в офис там посидел в офисе и вернулся в свой район поэтому оценить важность вот этого важность своей локации мне кажется что люди очень сильно недооценивает ее и например они спокойно совершенно из другого города не глядя смотрят какой-то хороший жилой комплекс вроде бы и покупают там квартиру да вот как было вот с этой женщиной и просто потом страдают вот чтобы такого не случилось я считаю что самая правильная стратегия это приехать и посмотреть конечно я понимаю что у всех разные жизненные ситуации и не все могут и не все хотят и и как бы это тяжело это неудобно это дорого эти деньги можно было бы потратить на другое их и все такое но если у вас есть возможность приедьте в город и месяц там поживите вот мы в прошлом августе приехали в калининград месяц здесь жили и месяц мы просто безвылазно проводили в разных районах калининграда и изучали его просто мы не отдыхали мы толком но пару раз ездили на море только и все а так мы просто изучали город и мы уже примерно знали чего ждать потом мы приехали сюда и на 10 дней арендовали себе посуточную аренду это дорого и это переплаты но когда вы сами видите своими глазами то жилье которое вы будете арендовать или покупать это просто бесценно ребята это если есть такая возможность сейчас мы будем говорить дальше про аренду если есть такая возможность пожалуйста сделайте вот таким образом приедьте и сами своими глазами все смотрите что касается аренды и риэлторов как здесь все работает мы нашли риэлторскую компанию она в принципе хорошая и как и многие здесь другие но система работает у риэлторов с арендой очень немножко не сбалансирована на мой взгляд потому что нам начали предлагать квартиры которые есть у них то есть есть их агенты которые имеют в своем управлении какие-то квартиры под аренду ну то есть которым собственники доверили квартиру арендовать на долгий срок отдали да и получается что таких квартир естественно ограниченное количество нам буквально предложили две-три вот ребята но мы конечно на такое не рассчитывали мы думали что мы приедем и будем активно искать там ну хотя бы там 10-15 квартир мы посмотрим там да за эти 10 дней но нам показали 2 и сказали вот блин по-другому тут никак не получается вот 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 эти вот две прям хорошие вот а вот это вот это одна прям она вообще идеально он подходит на самом деле она нам не очень идеально подходила квартира была неплохая но это была двушка маленькая но и с проходными комнатами и с общим санузлом объединенным и достаточно небольшого размера и поэтому ребят мы как бы посидели подумали и начали искать сами начали смотреть авито начали смотреть сан здесь авито наиболее такая работа работающая площадка в калининграде во первых с чем мы столкнулись до 1 как устроен рынок аренды в калининграде точно но я думаю что во многих городах плюс-минус что-то похожее мы взяли например авито и просто нажали там все квартиры которые нас интересуют потом например получилась 1000 квартир потом поставили галочку без риэлторов то есть когда напрямую собственники сдают и получилось что из этих тысячи осталось только 300 квартир но которые мы можем посмотреть которые нам интересны то есть а 7 из 10 квартир они сдаются через риэлторов если вы хотите сэкономить то но вы просто лишаете себя достаточно большой части доли выбора риэлторы берут половину стоимости месячной аренды но то есть если там средняя аренда там 20000 то 10000 вы переплатите каждый сам конечно решает переплачивать такие деньги или нет мы как бы безоговорочно согласились внутри себя что мы заплатим эти деньги потому что нам не хотелось сужать выбор дело в том что выбор в калининграде например я не знаю как других городах но здесь выбор и так не очень большой для долгосрочной аренды если вы например в том же авито поставить и аренду аренду квартир и будет много но как только вы поставите галочку долгосрочная аренда потому что на самом деле все квартиры сдаются по суточной здесь большинство все зарабатывают в сезон и зарабатывают хорошо как только вы ставите галочку постоянная аренда все у вас тоже большая часть квартир она тоже сразу исчезает и вы остаетесь меньше выбором потом вы еще ставите галочку без риэлтора и еще меньше становится квартир понимаете и выбирать из того малого очень нам не хотелось поэтому мы сразу смирились с тем что мы переплатим риэлтором тем риэлтором с той стороны до которые нам будут сдавать ну вот так устроен рынок и не только в калининграде я уверен что так и по всей стране поэтому либо вы готовы немножечко доплатить либо вы останетесь с очень маленьким выбором про нашу аренду мы рассказывали отдельно и нам я считаю что удалось снять лучшую для себя квартиру но мы заплатили риэлтором той стороны да вот теперь получается логика такая что если вы приезжаете в город то вам нет смысла искать какого-то риэлтора который поможет вам снять квартиру потому что он предлагать будет либо свое а либо риэлторы как работают либо они предлагают те квартиры которые у них есть компании если из тех вам ничего не понравилось они будут искать вам квартиры которые сдает собственник и опять же они получается они сузят вам выбор до 30 процентов в этом конечно ну как бы смысла не очень много поэтому ребят ну я считаю что самый оптимальный вариант приезжать сюда брать по суточную аренду там на 10 дней и искать себе самостоятельно и быть готовым доплатить риэлтором с той стороны которые вам будут сдавать но у этого варианта есть минусы давайте их сейчас обсудим первый минус конечно же в том что вы приезжаете на самом деле это целый переезд как вы знаете это самый адовый кошмар данным для нас например было очень трудно мы 12 часов летели с котами с огромным количеством багажа потом нас привезли на маленькую квартиру однокомнатную и мы вот эти вот все сумки наши здоровые там пятились 7 сумок здоровых они стояли и мы в этой маленькой квартирешке там ютились потом мы там пока искали жилье нам то одна вещь понадобилась то другая мы начали эти сумки потихоньку распаковывать и когда пришло время переезжать это для нас еще один был переезд нам надо было все эти сумки опять запаковать все сложить все подготовить собрать взять подмышки котов нанять транспортную компанию которая вывезла бы все наши вещи и перевезла бы на новое место жительства то есть фактически вместо одного переезда вы получаете два это очень большой минус вот такого переезда потому что морально психологически очень выматывает ну и второй момент конечно же переплата если вы берете жилье в посуточную аренду то вы заплатите достаточно много то есть как правило ну там две две с половиной тысячи за сутки то есть 10 дней это 25 тысяч в то время когда бы за 25 тысяч вы бы арендовали целый месяц до в долгосрочную аренду квартиру соответственно в средняя переплата вот при таком варианте составляет 15-20 тысяч то есть и деньги которые вы бы могли заплатить риэлтору условно да вы в принципе переплачиваете за то что арендуете жилье поэтому это тоже минус то есть по итогу мы видим что вариант с переездом и арендой посуточно жилья имеет свои минусы да и вот эти два больших минуса но сразу хочу сказать что я считаю его наиболее оптимальным потому что в этом случае вы сами будете своими глазами видеть все варианты жилья на покупку или на аренду себе на долгосрочную и выберите именно то жилье ту квартиру в котором будет уютно и комфортно и ту локацию как мы говорим локацию как мы говорили раньше локация супер важна и ту локацию которую вам нужно но бывают случаи когда люди идут не по этому пути а хотят вообще удаленно себе арендовать жилье это еще один вариант такой то есть вы сидите в своем городе находите доверенное лицо человека и арендуйте и говорите ему езжай по всем объявлениям по которым я скажу снимая все на видео и мы удаленно арендуем эту квартиру или этот дом и так далее этот вариант имеет один минус по сути минус ну как бы на самом деле два минуса до первый минус в том что вы сами не погуляйте по этим районам сами не посмотрите это эту квартиру вы будете только знать со слов того человека которому вы доверились его ощущения будете слушать и видеоряд смотреть который он отснимет но в принципе мне кажется что это не критично и такой вариант имеет место быть второй минус в том что как правило такому человеку вы переплатите скорее всего не то что переплатить вы ему вам придется заплатить потому что риэлтор с той стороны он возьмет вас с вас половину цены квартиры и риэлтор с этой стороны тоже может с вашей стороны да тоже может взять с вас половину то есть вы например аренд будете арендовать квартиру за 20 тысяч рублей и переплатите еще двадцатку сверху половину тому риэлтору половину этому я понимаю что система сложная но она позволяет вам переезжать сразу на все готовое вы переезжаете и у вас готовая квартира вы в нее вселяетесь и минимум геморроя на самом деле вариант рабочий я бы конечно рекомендовал по нему не идти но если вы уже решили то в принципе можно вот недавно обратились ко мне подписчики и попросили быть вот их представителями здесь то есть поехать на те квартиры которые их интересуют отснять их показать их и отсылать им видеоряд ну как бы мы согласились я не знаю у нас получится или нет но мы попробуем помочь людям в общем ребят подводя итоги хочу сказать что есть разные варианты до аренды вы можете сами приехать на посуточно и здесь снимая посуточно найти себе жилье вы можете при этом пользоваться услугами риэлторов той стороны и можете искать жилье без них но тогда выбор ваш очень сильно сократится а можете взять риэлтора и со своей стороны и тогда у вас будет как бы помощь и отсюда и оттуда но с двух сторон какой вариант для вас наиболее оптимален вы конечно сами решайте лично на мой взгляд самый оптимальный вариант хоть и хоть и как бы затратный хоть и геморройный в каком-то смысле до который усложняет все но это все-таки приехать посуточно арендовать жилье и уже найти себе жилье в долгосрочную аренду всем пока